Рено Каптур Полный привод работает тоже Блокировки все Пробуксовочная система срабатывает неплохо Нету никаких нареканий к машине Был один небольшой дефект Но опять же он получается у нас загорелся АБС Сгонял его по гарантии в сервис Записался, посмотрели, почистили контакты Просто где-то провод отошел чуть-чуть Контакты почистили, все устранили За вот этот год, в принципе Сильно таких, конечно, по грязи там не было Конечно, не ездил слишком много Но все равно приходилось время Даже, конечно, и застревал Приходилось выдергивать Потому что ты на днище садишься Самое страшное для Каптура Это на днище Если он садится на днище Под себя нагребаешь То уже бесполезно выдернуть Машина по всем ходовым качествам Очень хорошая Дорогу держит неплохо Ну, кто любит быструю езду, конечно Каптура, ну, этого не очень любит Обороты слишком большие уже Ну, бессмысленно Вот у меня на коробке Механика В принципе, если я ездию 120-130 скорость У меня 3000 оборотов Двигатель работает ровно Без нагрузок, без всяких проблем Средний расход за все это время Зимой выходит 10,9 10,5 литров на 100 километров Если взять летний период То где-то приблизительно 9,2 Ну, 9,5 литров на 100 километров Ну, в принципе, все Какие вопросы будут, спрашивайте Машина, в принципе, неплохая, хорошая Даже если вот буксовала где-то Ни разу сцеплением не завоняла Перегрева муфты, виска муфты нету В принципе, машина очень хорошая Ездила на Нехе На юга отдыхать 1200 километров Без остановки, в принципе Ну, останавливались только там Ну, не на большой промежуток времени В остальных случаях, в принципе Машина показала себя очень хорошо Кондиционер работает полностью Изумительно, печка теплая Даже снижаю постоянно Температуру в машине, что жарко было Ну, в принципе, на этом все Обзор закончил Всем пока Подписывайтесь на наш канал Мастер своего дела Ставьте лайки Не забывайте Всем пока Всем счастливо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok